Итак, еще раз добрый день, уважаемые слушатели Финам ФМ. В эфире продолжается бизнес-канал. И сейчас время бизнес-класса второй части. В первой части мы обсудили ситуацию на финансовых рынках. Сейчас самое время поговорить о бизнесе в России, о том, как он, собственно, себя чувствует, какие новые возможности у этого бизнеса существуют. Тем более, что сегодня замечательная, на мой взгляд, тема и замечательные гости в студии. Итак, тема сегодняшнего бизнес-класса. Возможности современного цифрового телевидения. Запуск проекта АМЕДИАТЕКа. Уникальные технологии. Доступ к уникальному контенту. Смотрите, уникальная технология. Само по себе уже завораживает, интригует. Далее, уникальный контент. Это все настолько интересно. И, собственно, с этим со всем мы сегодня сможем познакомиться, задать вопросы и получить квалифицированный ответ. У моего сегодняшнего гостя в студии бизнес-класса Кирилл Филиппов, генеральный директор компании СПБ-ТВ. Добрый день, Кирилл. Добрый день, Олег. Добрый день, слушатели. Тема очень интересная, крайне современная. И несет очень большие возможности для малого и среднего бизнеса, в том числе для обычных людей, которые смогут на сегодняшний момент и уже могут смотреть не пиратский контент, смотреть очень хорошие фильмы, очень хорошие сериалы, современные, которые только-только выходят в том числе на рынки в Соединенных Штатах. И практически первыми, не в пиратских торрентах, смотреть дублированные замечательные фирмы и сериалы, которые мы так уже полюбили. — Совершенно верно. Ну вот Кирилл уже два раза подчеркнул, собственно, основная идея, я так понимаю, или, по крайней мере, важная идея, в призме которой мы будем вести сегодняшнюю беседу, это вот как раз проблема пиратства в России, да, а замечательная компания Амедиа, я так понимаю, все-таки эту проблему решила, да, решить, извините за тавтологию, собственными силами. Извините, Кирилл, я сейчас еще одно приготовление все-таки завершу. Значит, я, уважаемые слушатели, для вас напоминаю, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495 и сайт компании finam.fm. Все это вам может понадобиться для того, чтобы позвонить, написать, задать вопрос моему сегодняшнему гостю Кириллу Филиппову. Еще раз повторю, действительно, актуально, абсолютно актуально для всех, и для бизнеса, и для обыкновенного, хоть слово, конечно, это не очень такое, да, на слух хорошо звучит, но, тем не менее, обыкновенному российскому жителю, обывателю, если хотите, это все тоже достаточно близко. Итак, мой первый вопрос, Кирилл, если позволите. Возможности современного цифрового телевидения. Вот о каких возможностях, вот с этой точки зрения, мы сегодня говорим. Возможности цифрового телевидения. Ведь очевидно, что они гораздо больше, чем возможности аналогового телевидения и так далее. Замечательный вопрос. Вопрос, значит, что касается цифрового телевидения и современности в этом направлении. Мы привыкли к обычному аналоговому телевидению, начинаем постепенно привыкать к тому, что есть в эфире, так называемое эфирное телевидение, цифровое, где увеличивается просто количество каналов. В одной приема на обычный стандартный телевизор. С цифровой приставкой, либо которую он уже может принимать, либо эта приставка, так называемая сет-то бокса, которая позволяет принимать цифровые каналы. Что на сегодняшний момент сделано? Что на сегодняшний момент в мире? Компания СПБТВ работает не только на российском рынке. И более того, мы начинали это не с российского рынка. Мы начинали с азиатского рынка, и нам очень нравилось начинать оттуда, потому что все современные технологии начинаются оттуда. Все скорости передачи в интернете гораздо выше, чем у нас, и не только в интернете. То есть там все можно опробовать, да, уже? Там все можно опробовать. На другом уровне. Да. Обычные 3G в Сингапуре скорости, это 15 мегабит в секунду. У нас таких скоростей, как правило, нет и в стационарном, в обычном интернете. Запредельный. А это обычная сотовая передача данных. И, конечно, все сотовые операторы пытаются каким-то образом показать пользователю, а зачем нужны такие скорости. При передаче голоса такие скорости не нужны вообще. И понятно, что здесь им хочется каким-то образом монетизировать и донести до пользователя для своих необходимостей этого. Все, что это может показать, это, конечно, передача видео. Видео, видеопотоков, стриминг, непосредственно без закачки в телефон, в планшетник, куда-либо. Сегодня, на сегодняшний момент уже существует так называемое смарт-ТВ, где телевизор уже установлен. В том числе можно подключать и смотреть интернет, и читать интернет на телевизоре. В общем и целом получается, что сфера цифрового телевидения это не просто прием на обычный телевизор. Это уже пришедшие к нам смартфоны, планшетники так называемые. Мы привыкли уже смотреть их на компьютере, видео. Есть сеттоп-боксы, которые точно так же на них можно передавать и принимать, и дальше транслировать на обычный телевизор. И, как я уже сказал, смарт-ТВ. Все это создает такую возможность показывать одновременно один и тот же продукт в огромном количестве. Здесь нет, в отличие от цифрового эфирного телевидения, ограничения по количеству каналов. Я понял. Ну то есть мы подчеркнем о том, что возможности современного цифрового телевидения в конечном итоге делают нам некое предложение. Ведь если я так понимаю, при телевидении аналоговом, или если говорить о стационарном телевизоре, это предложение сложно реализуемо. А вот то, о чем вы сейчас рассказываете, вы говорите. И компания Омедиа задумывалась о том, чтобы использовать эти технологии для выработки некого уникального проекта. Если можно, Кирилл, два слова поподробнее о нем. Значит, смысл следующий. Каким-то макаром, каким-то, если так можно сказать... Можно, можно. Можно. Вполне эфирное слово. Это замечательно. Показать российскому зрителю то, что он раньше мог смотреть только в пиратском виде. Конечно, крайне сложная ситуация, потому что пиратит не только в России, пиратит, конечно, везде, во всем мире. И необходимо каким-то образом защитить контент, который ты показываешь, те фильмы, каким-то образом обеспечить защиту, которая устроила бы не только компанию здесь, которая находится и покупает права, но и которая продает. Потому что для нее передача картинки, конечно, крайне существенно, и воровство этой картинки крайне существенно. И тут всегда идет речь о доверии. Доверии самой системы защиты, показа таким образом, чтобы сократить возможности этого пиратства. Здесь очень хорошо накладывается вторая вещь. Это вновь возникающий закон по борьбе с пиратством, который, конечно, очень существенно снизит возможности пиратов по показу. Но, как обычно, святое место пусто не бывает, его нужно заполнить. Если мы убираем пиратскую копию, то мы должны предложить нормальную легальную копию. И в этой ситуации, конечно, компания Амедиа, создавая такой, покупая права на такие сериалы, которые она хочет показывать в России, конечно, хочет в том числе и защититься от пиратства. И более того, это требование продавцов этого контента. Но еще раз, те возможности, которые на сегодняшний момент будут и уже реализованы, когда этот контент можно смотреть на телевизоре, на компьютере, на планшетнике, на обычном телефоне во время, когда вы находитесь где угодно. Вы всегда в движении. Человек сейчас находится в движении. Он смотрит постоянно. Как это не парадоксально, 60% пользователей, вообще, планшетников, смартфонов смотрят телевизор дома. Это вообще феноменальная такая особая... То есть это парадокс, да? Это парадокс. У меня есть планшетник, а я еще телевизор зачем-то смотрю. Да. То есть у вас есть, наоборот, у вас есть телевизор вроде как дома. Да, зачем вам планшетник? И смотрите как обычно телевизор, а тут смотрите еще как бы, еще и на планшетнике, на смартфоне. И в том числе на ноутбуке. Это, конечно, парадоксальные вещи. И вот эта мобильность, это желание уже зрителя смотреть это везде, они, зритель уже готов платить. Готов платить. Более того, это хорошая вещь и в том числе для малых и среднего бизнеса, который будет иметь возможность в том числе рекламировать свою деятельность, свое производство. Не на больших эфирных экранах, где, к сожалению, бюджет очень большой. И возможность выхода на такие бюджеты, ну, очень велика. И малый и средний бизнес практически не может это себе позволить. В этой ситуации, конечно, тот контент, который будет, он действительно прайм. Он действительно такого не показывали в России на сегодняшний момент. Мы смотрели его с очень-очень большим запозданием легально, либо перевод был абсолютно непрофессиональный. В этой ситуации и перевод профессиональный. И перевод этих сериалов профессиональный, и сам контент очень хорошего качества. И, конечно, зритель, по идее, должен быть очень доволен и благодарен компании Амедиа за эту возможность. Я думаю, что, наверняка, так оно и будет. Единственное, вот с точки зрения зрителя. Смотрите, раньше я, ну, не я, раньше зритель, желая посмотреть, да, что-то очень интересное, и может быть действительно несколько устаревшее морально или во времени, да, тем не менее обращался вот к не совсем законному, да, способу. Сейчас у него такой возможности не будет. Он будет пользоваться вполне легально, да, услугами компании Амедиа. А платить-то он за это тоже ведь? Нет, конечно, как бы здесь оплата. Ну, вы знаете, к нашей радости оплата... Кирилл, я прошу прощения, да, к вашей радости. Мы сейчас прервем все новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, давайте продолжим наш эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня в студии Кирилл Филиппов, генеральный директор компании СПБТВ. Мы обсуждаем возможности современного цифрового телевидения. И конкретно рассказывает Кирилл, интересно, в подробностях о новом проекте Амедиатека «Уникальные технологии и доступ к уникальному контексту». Мы продолжим сейчас, Кирилл, отвечать на вопрос, который я задал до новостей. Но у нас на связи президент компании Амедиа, поскольку президент неловко держать долго, да, на телефоне. Давайте послушаем сразу, присоединим его к нашему разговору. Александр, добрый день, вы в эфире, скажите, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Ну, я думаю, вы знаете, да, тему нашего сегодняшнего эфира. Мы говорим о Амедиатеке. И у меня вопрос к вам непосредственно, как к руководителю компании. В чем на ваш взгляд уникальность этого проекта, уникальность контента, о котором мы говорим? Ну, вы знаете, здесь все шло от того, что у нас действительно уникальный контент в основном от платных американских каналов, который характеризуется прежде всего высоким качеством всего, начиная с драматургией и заканчивая качеством картинки. Это HD, если это в ICA. То есть, ну, в общем, это то, что хочется донести до зрителя в максимально высоком качестве. Чтобы не было никаких проблем с каналами связи, чтобы разработало на любом устройстве, чтобы было удобно и так далее. Вот, ну, посмотрев на разные решения, которые есть на рынке, мы обратились к коллегам из СПБ. Нам показалось, что именно они эту задачу могут решить. В частности, например, ситуация тогда премьера сериала. Мы знаем, что у сериалов есть миллионная аудитория фанатов, которые, например, вдруг может вся захотеть подключиться в один момент. Вот такого типа задачки возникают. Поэтому, как мы надеемся, наше решение СПБ позволит здесь получить такую, ну, скажем, бесперебойную работу всего этого комплекса. Вот так. Ну, будем надеяться, да, что это случится. А возвращаясь к разговору о наполнении этого эфира, вот, то, самому уникальному контенту, я знаю прекрасно, да, что вы сотрудничаете с ведущими американскими производителями, да, телевизионного контента. Как удалось убедить их, как удалось уговорить их присоединиться к этому проекту? Что вы посулили им, Александр? Ничего особенного, ничего такого, что не могли бы посулить какие-то другие, кроме уважения контенту к его качеству и тому, кто это делал. Мы сами очень любим эти сериалы, там, «Игры престолов» и всякие другие, которые там есть, поэтому относимся к этому с трепетом. Ну, да, это здорово, уважение, да, это прежде всего. А в этом, с этой точки зрения, можно ли в обозрительном бузе ожидать каких-то российских премьер, да, ну, вот, в жанре сериала, по крайней мере? Ну, да, мы делаем это все, конечно же, в расчете на то, чтобы в итоге создать российский канал, который будет выпускать продукт с качеством не хуже, чем соответствующий американский. Но для этого мы должны набрать, естественно, какую-то критическую массу аудитории. И надеемся, что как только это будет сделано, все следующие наши инвестиции пойдут уже в русский контент. Понятно. А критическая масса будет набрана за счет именно американских, да, американских? Да, конечно. Конечно. Потому что другого контента такого качества просто надо не иметь. Александр, спасибо вам огромное, что вы присоединились к нашей беседе. Всего вам хорошего, успехов в вашем нелегком труде. Уважаемые слушатели, я напомню, у нас на связи был Александр Акопов, президент компании Амедио, с нами разговаривал по телефону. Ну и, Кирилл, возвращаемся к нашей беседе. Вот услышали вы своего бизнес-партнера. В данном случае выбор компании, он чем был определен? Или это предложение от Амедио вам поступило? Конечно, это предложение поступило от Амедио. Вы не задумываясь согласились, я думаю, да? Ну, я очень хорошо знаю Александра Акопова. Это замечательный продюсер, замечательный человек, который выпустил огромное количество сериалов, полюбившихся в том числе российским зрителям. И не только. Хочу отметить, многие из них были куплены для показа и за рубежом. Он, конечно, в этом отношении очень-очень... В данном случае можно говорить об уровне уже, о каком-то, да? Вот Александр сам говорил, для того, чтобы некую критическую массу набрать, мы берем американский контент высокого класса, а потом уже на этом же уровне. Ведь главное не опустить планку в этом смысле, чтобы сразу не растерять аудиторию, да? Ну, Александр, как обычно, немножко скромничает. Ну, это нормально. И вы тут скромничаете тоже. В этой ситуации. Он, в общем, создает контент очень-очень высокого качества, покупающийся... На уровне наших американских. Абсолютно на уровне. Я считаю, что абсолютно на уровне. Он полюбившийся российскому зрителю. И, конечно, он скромничает, как любой достаточно прядочный человек. Ну, я надеюсь, он нас сейчас слышит все-таки, да? Алло, верды от Кирилла в адрес Александра. Да. Ну, что ж, давайте вернемся. Итак, мы обсуждали, собственно, проблему пиратства, да? И я как... Еще раз повторю вопрос свой, Кирилл. Смотрите, я как конечный пользователь. Вот у меня была возможность, я, ну, не знаю, пользовался ей или нет. Но сейчас такой возможности нет, да? Я никакие... В пиратском доступе ни к чему не могу... Не, ну, на сегодняшний момент пока еще можете, пока закон пока не подписан еще президентом. Он прошел через Госдуму. Мы надеемся, на самом деле, что он, в конце концов, будет подписан, потому что, конечно, в таком виде, который существует сейчас рынок, конечно, это... Безобразие. Это безобразие. Это безобразие, конечно. Да, да, да. Вы знаете, сколько раз я разговариваю, ну, на самом деле, это с любым человеком поговоришь. Ну, замечательно, говорят они. Ну, хорошо, кроме пиратского контента. Что вы можете предложить? Что вы можете предложить? Вы же не могли показать нам то же самое не в пиратском качестве. Совершенно верно. Не могли. Поэтому тут... А мы хотим, мы слышали, мы посмотрели старые сериалы, которые имеются доступ и не в пиратском. Но мы очень хотим, как бы, быть трехлетней давности смотреть сериалы, а хотим смотреть, конечно, вместе со всем миром. И, конечно, о медиа в этой ситуации молодцы, они дают возможность показать его. Мы со своей стороны попытались сделать так, чтобы защитить этот контент. И те производители этих сериалов подтвердили ту самую возможность нам сделать, использовать ту самую систему защиты, чтобы показать российскому зрителю. Это действительно непростая задача. Конечно, это очень сложная задача. И такой, скажем, под все платформы, такой чести, мы очень рады, что мы были удостоены такой чести и имеем возможность это сделать. Именно эта платформа, защищенная для показа российскому зрителю. Вот если можешь поподробнее о проблемах защищенности этой платформы. В этой ситуации ведь тоже, да, возникает опасность того, что через какое-то время и ваш контент непосредственно будет в пиратском доступе. Ну, может быть, в меньшей степени, но тем не менее. Ну, мы, кроме того, что надеемся, что на сегодняшний момент из пиратского доступа будет достаточно эффективно и быстро удаляться незаконный пиратский контент. Конечно, сам показ, защита самого показа, кодирование данного показа. Тут самая основная сложность была, что в мире, в принципе, существует защита для эфирного, для кабельного вещания. А вот под все платформы, именно из-за того, что мы работаем, тут еще одна особенность нашей компании. Мы работаем абсолютно под всеми операционными системами. То есть, вот какие существуют в мире телефоны, они все могут показывать. Не только телефоны, но и планшетники, и ноутбуки. Вот все, которые есть, под любыми, с любыми разрешениями. Будь это обычный, там, старый телефон под Nokia. Мы в софт, мы это делаем, а медиатеки мы делаем постепенно в этой ситуации. Но, тем не менее, наша технология позволяет сделать под все операционные. И это наше отличие от других компаний. Тут надо сказать, что, к сожалению, мобильная операционная система, они быстро очень меняются. Если бы вы четыре года назад дали вопрос любому из... Четыре года назад. Четыре года назад. Какой у вас телефон и какая операционная система? Если бы человек знал в этой ситуации, то он точно бы сказал, что это Symbian. Но, в лучшем случае, Windows. И все. Никто не слышал по поводу Android вообще ничего. Четыре с половиной года никто не слышал по поводу iPhone. Ну, или пять, там, наверное, уже на сегодняшний момент. Тоже ничего. Очень быстро меняется. Очень быстро меняется мир в этой ситуации. Именно по поводу операционных систем. Ну, и в этом смысле вам тоже нелегко, наверное. Вам надо за этим миром постоянно, постоянно, постоянно успевать. Да. Да. Это вторая особенность, которую мы вынуждены. И это дает нам ту самую возможность работать в мире. Дает нам возможность очень быстро реагировать на вновь выходящие операционные системы. Вновь выходящие телефоны. Мы очень плотно работаем с производителями телефонов. Что, конечно, является такой тоже очень большой ценностью. Потому что перед тем, каждый телефон, который выходит, как он только выходит, он сразу же поддерживается нашей компанией информационно. То есть мы можем сразу же, платформа наша работает и на вновь вышедшем телефоне. Это всегда очень сложно. Смотрите, Кирилл. Я так понимаю, что, в принципе, да, вот мы говорим сейчас о технических каких-то, о технических возможностях, о возможных технических проблемах. И многие из них вы решаете за счет своего профессионализма, за счет того, что вы не стоите на месте, двигаетесь вперед. Но есть проблемы. Ну, я вот, может быть, не очень профессионально, но предположу. Есть проблемы просто интернет-трафика. Да, в том или ином регионе. Конечно. Да, да. Вот эта же проблема не решается вами? Решается. Вами же? Решается. Каким образом? Решается. Вы знаете, были разные проекты на российском рынке, в том числе цифрового телевидения. В том числе были цифровые телевидения в машинах. Основная проблема была, это прерывание сигнала. Когда картинка сыпалась на квадратики, и звук вместе с ней пропадал. На сегодняшний момент существует так называемая технология, когда у вас картинка подстраивается под сеть. Как только качество сети падает, скорости падают, вы на смартфонах, на планшетнике можете показать худшего качества, вплоть до того, что идет просто один голос. Но у вас нет разрыва с тем, что вы смотрите. И это очень важно зрителю. И в этой ситуации так называемый пользовательский юзабилити, я прошу прощения за английское выражение, как удобно пользоваться оконечному потребителю, очень важно для нас. А для него очень важно, чтобы картинка, чтобы ты не порвался с тем, что ты смотрел. Ну хотя бы, если ты уже не видишь, то хотя бы слышишь. Эта технология на сегодняшний момент существует. Мы очень хорошо знаем, когда какая сеть, очень быстро реагируем и подаем тут картинку, качество, которое необходимо и возможно в данную секунду. Здорово. Сейчас еще раз новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам. Финам. Сегодня обсуждаем возможности современного цифрового телевидения и обсуждаем запуск уникального проекта «Медиатека». Уникальные технологии и плюс уникальный контент. Напомню, в гостях сегодня Кирилл Филиппов, генеральный директор компании СПБ-ТВ. Уважаемые слушатели, телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Вопросов много, как минимум в печатном виде. Сейчас мы начнем, Кирилл сейчас начнет на них отвечать через некоторое время. Еще один вопрос, Кирилл, если позволите. Значит, мы говорим все же пока, пока мы рассуждали о возможностях для конечного пользования с точки зрения времяпровождения, времяпрепровождения. Посмотреть сериальчик интересный, каким-то образом отдохнуть, расслабиться. Есть, как вы сказали, огромный пласт ваших потенциальных, а может быть уже и реальных клиентов, которые занимаются бизнесом. И тем не менее, подобные технологии им тоже очень и очень полезны. В чем эта польза, Кирилл? Расскажите, пожалуйста. Очень интересная получается ситуация для бизнеса, среднего, мелкого бизнеса. До этого, все, что касалось телевидения, входной билет, так называемый, для того, чтобы рекламироваться на телевидении, очень высокий. Есть кабельное вещание на сегодняшний момент, и то в кабельном вещании достаточно тяжело все равно обеспечивать рекламу. А вот эфирные каналы, если это мелкий и средний бизнес, ему рекламировать свою деятельность на территории всей России не нужно. Нет желания и тратить денежные средства. Да, это замечательно, что о нем узнают во всей России. Но толку от этого мало, да? Но для бизнеса это, к сожалению, не очень... Вряд ли он сможет это монетизировать, как принято говорить. Да, монетизация, с нашей точки зрения, здесь, конечно, очень существенная. Вы знаете, очень интересно, в одной из последних исследований даже того же компании Adidas, на каждую рекламу в интернете, видеорекламу в интернете, они получают, показывая, они получают доход в размере 3,5 долларов. То есть легко посчитать, да? Да, они посчитали, они посчитали, что для них крайне эффективно, потому что это заход непосредственно в магазин, покупка, в том числе интернет-магазины, очень важная вещь на сегодняшний момент. И это вот мелкому и среднему бизнесу, ну просто очень необходимо. И вот это мы на сегодняшний момент технологию очень хорошо как бы знаем, очень хорошо как бы имеем возможность монетизировать, решаем во всем мире эту проблему. Очень эффективная вещь, очень эффективная и нужная для бизнеса вещь. К разговору о технологиях есть вопрос, вот я его прочту сейчас. Иван спрашивает, какие у вас перспективы, ну имеется в виду именно перспективы вашего дальнейшего присутствия на рынке. Будет ли поддержка Xbox One и PS4? Я не совсем понимаю, о чем речь. Это игровые приставки. Вам, да, вам, наверное, это знакомо. Как все знают, они будут поддерживать онлайн-контент. Да. Конечно, это все, в том числе это все будет поддерживаться, да, но на самом деле не самая сложная поддержка этой. Насколько необходимо будет в этой ситуации, это другой вопрос, потому что технологии на сегодняшний момент позволяют принимать на вас планшетник. И если все знакомы с аббревиатурой Wi-Fi, то есть аббревиатура Wi-Fi на сегодняшний момент. Это когда вы можете передать со своего мобильного телефона, со смартфона, обладающего эту возможность, либо с планшетника, непосредственно картинку на телевизор. Вот ситуация, когда вы говорите приставки. Телефон уж точно есть у всех. Планшетник в достаточно большом количестве. Приставки, конечно, есть. Это те технологии, которые есть. Они поддерживаются. Вопрос, на самом деле, заход в приставки. Вот там входные билеты всегда меня не очень радуют. Я-то все же сторонник того, что зрителю должно быть удобно и выгодно. И зайти на такие приставки, это, в общем, непростая вещь. Это, как, знаете, мелкому и среднему бизнесу зайти в супермаркет. Вот входной билет очень дорогой. Но это как бы отдельная песня, это как бы наша возможность. Мы это делаем. Ну, в любом случае, да. Это мы делаем. Мы будем поддерживать. На сегодняшний момент мы поддерживаем практически все, что есть. В том числе приставки мы будем поддерживать. Это в наших планах. Я понял. Еще один вопрос. Ну, вновь наверняка эта аббревиатура вам знакома, Кирилл. Пишет наш слушатель. Спрашивает. А чем вы отличаетесь от ivi.ru? В чем ваши плюсы? Значит, вы знаете, существует несколько технологий. Есть ivi, замечательная компания, они занимаются тем, что это видео-он-деманд. Видео по требованию. Очень существенная разница, когда вы даете видео-он-деманд и записываете и передаете этот контент. Либо это стриминг канала. Так называемая, когда вы получаете канал и тут же его передаете дальше. У вас не хранится на ваших серверах вся информация. Вы ее тут же передаете. Вот в этом очень большая сложность, потому что ее нужно получить, специальным образом кодировать, туда доставить, добавить программу передач, напоминалки, когда вы можете... Те же самые сериалы, которые вы хотите, чтобы вам телефон наполнил, что пришло время. Вы хотите какую-то передачу посмотреть. Мы очень часто забываем посмотреть передачу. Мы увидели анонс по телевизору, но забыли его посмотреть. И потом думаем, как же нам это сделать, где мы это посмотрим. Это, конечно, вся технология позволяет на сегодняшний момент. Те же самые социальные сети. Все это одновременно позволяет... Наша технология одновременно позволяет общаться. Это такой очень гибкий, очень современный способ и просмотра, и общения. И в этом и отличие, на самом-то деле. То есть это видео-он-деманд и стриминг. Мы можем делать и видео-он-деманд, и стриминг. Что немногие могут делать. И вторая вещь, которая... Это все платформы. Это все платформы. Я понял. Спасибо, Кирилл. Вот, кстати, по поводу общения есть вопрос от Джеймса. Какова ваша аудитория? Кто те люди, которые, собственно, будут общаться, используя ваши технологии? Основная масса смотрящих стоящие проекты... Извините. Основная масса смотрящих стоящие, наверное, проекты и фильмы давно уже качают и не перестанут качать. Крупные торренты и сайты находятся за пределами России. Их не заблокируют. Зачем же тогда платить, если можно продолжить качать? Значит, это мы только что говорили по поводу пиратства. Значит, в чем отличие существенное? В пиратском, даже в этой ситуации, вы не увидите дублированный, профессионально дублированный. Вы можете посмотреть, конечно, как бы там заблокировать абсолютно все торренты. Невозможно. Хотя, хочу отметить, что то, что сейчас блокируется, касающееся детской порнографии и так далее, достаточно эффективно это делают. И то же самое, возможно, те же самые торренты по айпишникам будут заблокированы. Даже несмотря на то, что они за пределами России находятся. А в этой ситуации будут блокировать операторы, находящиеся здесь, и будут блокировать именно исходящий сигнал входящий. Это достаточно просто. Не имеет значения, где он находится. Если очень-очень продвинутый пользователь, от таких в России, конечно, есть, но не все поголовно, конечно, там заблокировать все невозможно. Но основную массу это будет заблокировано. И вторая вещь, которая, это нужно посмотреть, вот он вышел, вы хотите посмотреть и завтра обсуждать. Это основное то, что любит, очень любит зритель. Это, вот все посмотрели, завтра все обсуждают. Конечно, в торренте вы сможете посмотреть, но не сразу. Через какое-то время. Но через, да. Вы сможете посмотреть только через какое-то время. То есть в данном случае можно сказать, что вы уже не в тренде, уже все, да, продвинутые пользователи посмотрели и обсудили. Да. А вы вот, да. Да, это как, знаете, фильм. Вот он прошел там через неделю, а через месяц вы, наконец-то, сходили в кинотеатр и приходите на работу. А я тут посмотрел фильм. Ну, замечательно, конечно, но уже все обсудили. Лошара, мы уже месяц назад уже об этом говорили, конечно. Это не солидно, это не солидно, согласен. Так, еще один вопрос. Ну, он уже касается непосредственно, да, так называемого контента, который будет изначально вот в вашем проекте присутствовать, в проекте АМедиатека. Хотя, хотя, да, давайте. Давайте я несколько вопросов хотел бы озвучить, что касается непосредственно этого контента. Итак, смотрите. Как вы будете бороться за право показа новых сериалов? Ну, это, видимо, вот опять к разговору, который мы обсуждали с Александром. Не все каналы хотят отдавать свои крупные проекты в интернет. Продажа прав на трансляцию происходит через длительное время. Значит, это абсолютная правда, то, что касается бесплатного показа. То, что касается платного показа, немножко другая. Там в любом показе существует так называемый план. Лучше всего, конечно, на вопрос ответил бы Александр Акопов. Ну да. Он более профессиональный именно в первых показах. Но существует так называемый план показов каким, ну, условно план показов. Как показывается? Сначала кинотеатра и только. Потом это кабельные каналы, платные кабельные каналы и только платные источники. Только потом существуют группы, когда можно показывать в интернете, когда можно показывать за рекламу, в другие монетизации. И вот этот план, он расписан на самом-то деле. И раньше, чем вот этот дедлайн описан, вы, конечно, не можете показать. Мы делаем платформы и в том числе под кабельное вещание, и под вещание под все возможные источники получения. Это отличие. Если говорить вновь о неких потребительских предпочтениях, да, вот на ваш взгляд, насколько сильно они изменились за последние несколько лет или, может, несколько десятков лет? И что сейчас в тренде, опять, если мы это слово будем с вами использовать? То есть, если, да, возвращаться к идее о медиатеке, вот что там будет в этой теке? Вы знаете, всегда пользуются популярностью то, что можно обсудить, вот все сериалы, они новые, они, конечно, обсуждаются в первые там 2-3 дня. И это, конечно, очень необходимо показывать именно и смотреть именно в это. После чего зритель начинает, внимание его существенно падать, существенно падать, под не спадающий. Чем дальше, тем, конечно, уже воспоминания по этому, что необходимо, хочется обсудить, либо ты не успел просмотреть, но таких уже гораздо меньше. Мы очень социальны. Люди очень социальны, они, конечно, им хочется обсуждать. Нужно что-то новое. Мы обсуждаем новости, сериалы. Именно поэтому, да, сериал, набирая сейчас уже в последнее время, да, все больше и больше популярность, потому что он как вот отражение реальной жизни, да, каждый день что-то новое, что-то происходит. Да, ты смотрел, а я не смотрел. И там обсуждать, это, знаете, как обсуждать статью в газете недельной давности. Совершенно верно. Можно, конечно, обсуждать и ее, когда вы через неделю прочитали, но не так много будет захватывающих откликов по этому поводу. Согласен, согласен. Здесь очень важно, вот именно завтра посмотреть. Вышел, посмотрел, обсудил. Ну, и если можно, Кирилл, минутку у нас осталось до новостей. Вот Иван спрашивает, под качественными сериалами, что вы имеете в виду? Ну, опять, может быть, в основном, в большей степени Александру этот вопрос. Да. Собственно, на ваш взгляд, да, что можно иметь в виду под качественным сериалом? Это исключительно, да, продукция вот выше названных американских производителей, или все-таки там есть тоже некая градация, да, это более качественно, это менее качественно? И как узнать об этом, по каким признакам? Нет, ну, существуют, условно, сериалы, которые мы в том числе получали через большой промежуток времени, либо, скорее всего, пиратские. И здесь «Война тронов», да, то есть тут люди, все эти сериалы на слуху, абсолютно на слуху. Вы можете зайти на сайт АМЕДИА и посмотреть, что они анонсируют по фильмам и сериалам. Это действительно самые лучшие сериалы, которые создают топ-просмотров в Соединенных Штатах. Топ-просмотров. Ну, то есть мы вот на это и ориентируемся, да, в данном случае появился он в АМЕДИАТЕКЕ именно потому, что он в топе второй? Да, 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 конечно, там будут в том числе исторически, мы не все смотрели сериалы, более того, не все смотрели сериалы в качественном переводе, что смотрели, к сожалению, на английском, а кто смотрели с переводами, которые невозможно слушать. Хорошо, еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ потом продолжим. Ну что ж, друзья, последняя часть эфира, к сожалению, осталось у нас 12 минуточек, давайте проведем их. Насыщенно. Я напомню прежде всего, что в студии бизнес-класса сегодня Кирилл Филиппов, генеральный директор компании СПБ-ТВ. Ну и обсуждаем мы возможности современного цифрового телевидения и конкретно уникальные технологии и уникальный контент нового проекта, ну, наверное, тоже можно сказать уникального, под названием АМЕДИАТЕКА совместно с компанией АМЕДИА. Итак, Кирилл, давайте еще раз все-таки подчеркнем, да, что помимо того, что у нас есть возможность, у нас, как у рядового потребителя, смотреть в режиме реального времени, смотреть свежую, да, что называется, профессионально переведенную продукцию западных, пока еще западных производителей, но и в недалеком будущем и отечественных производителей, есть еще и возможности для малого и среднего бизнеса, малого и среднего предпринимателя точечной такой рекламы, да, точечной, малозатратной и многоэффективной, я бы вот так, наверное, сформулировал, если можно, давайте еще раз поподробнее. Итак, вот у меня, как у малого предпринимателя, ну, из города Владимира, например, да, я пользуюсь проектом АМЕДИАТЕКА и мне бы хотелось, чтобы, условно говоря, в моем квартале, наверное, да, где вот у меня магазинчик какой-то есть, в моем квартале или, значит, в моем районе, в городе Владимире, все видели мою рекламу и, более того, да, я хотел бы отследить, каким образом, как часто ее смотрят, да, как на нее реагируют, какая социальная составляющая моих потенциальных клиентов, все это возможно? Да, конечно, в этом как раз и существует ноу-хау, которым мы обладаем. Здесь самое важное, это то, что это не баннерная реклама, а видеореклама, это очень существенно, потому что отклик на него очень высокий, очень высокий и показать и дать возможность мелкому и среднему бизнесу, наконец-то, использовать видео, точнее телевидение для своей рекламы крайне, она очень эффективна, очень эффективна. Как я уже сказал, пример по Адидасу, вопрос не в том, что это крупная компания, вопрос в том, что они потратили деньги на исследования, а для мелкого и среднего бизнеса это очень эффективно. И возможность, когда я говорю о том, что это небольшие деньги, реально там можно тратить и контролировать 200 долларов, 300 долларов на рекламу. Попробуйте сейчас на 200-300 долларов, но кроме баннера вы, пожалуй, ничего не сделаете в интернете, но отклик, к сожалению, на баннер на сегодняшний момент крайне невысокий. А вот на видеорекламу, когда у вас идет видеореклама, в том числе и возможность интерактивной видеорекламы, когда вы можете перейти в том числе и на сайт на ваш, и в том числе как бы осуществлять покупки потом, это очень эффективно. За этим реально будущее. И я хочу отметить, что очень большое количество контента в конце концов перейдет, в том числе и на бесплатную. На бесплатную основу, когда вы, как во многих на сегодняшний момент продавцов видео, вы не покупаете, вы смотрите рекламу. Вот за рекламу, за то, что рекламодатель заплатил нам, мы вам покажем тот самый контент. Вот обычная эфирная вещь не живет по такому принципу. Вы же не покупаете этот контент. Вы его смотрите и, конечно, все привыкли смотреть его бесплатно. Причем я его смотрю потому, что некий рекламодатель заплатил формально за него. Но в ситуации эфирного, там, конечно, входной билет очень высокий. По одной простой причине, что это либо на города, либо на... Либо это всероссийское, да? Либо субъекты, как правило. Вот выделить там очень тяжело. Мало того, что вы можете выделить конкретный район города, вы можете, хочу, чтобы пить смотрели там женщины, хочу, чтобы смотрели мужская часть населения. В зависимости от того, на кого у вас рассчитана ваша аудитория покупателей, вы можете как раз среди них выбирать. Кирилл, а вот у меня вдруг неожиданно мысль такая мелькнула в голове. Опять я возвращаюсь к тому, что представил себя мелким бизнесменом, мелким предпринимателем в каком-то региональном городке, может даже небольшом. И, безусловно, меня заинтересовало ваше предложение, я очень заинтересовался вот этим новым проектом. Но вдруг я подумал о том, что, а кто меня будет смотреть? Ведь у меня, вот, мои соседи или, условно, мои потенциальные потребители, у них, ну, не у всех есть планшетник, это понятно. У мало у кого есть смартфон, да, все пользуются какими-то допотопными еще телефончиками, да, на которых, мне кажется, не так эффективно или вообще невозможно посмотреть. Ну, вот ситуация следующая, да, там, мы говорим о том, что именно социальная вещь, когда вы обсуждаете завтра, очень интересно в этой ситуации, тут иногда high definition, качество картинки высокого разрешения, если у вас нет возможности, но вы все равно хотите это обсуждать, но у вас нет этой возможности, вы можете это там на любой, на любое устройство, на любой телефон принять и посмотреть. И даже то, что я назвал допотопным, да, все равно я там смогу... Абсолютно, мы, то есть у нас система работает на всех, мы сейчас будем вводить постепенно с одной платформы, как бы, на другую, именно то, что касается медиатеки. Не забывайте, понятно, что это все равно обычные телевизоры, все равно достаточно большое развитие кабельного вещания, в том числе эти каналы будут показаны и по кабельному вещанию, то, что говорил Александр Акопов, это и кабельное вещание в том числе. Поэтому большое количество зрителей увидит именно эти сериалы. Вы знаете, я очень хорошо помню, как все привыкали к Санта-Барбаре, и потом без нее жить уже не могли. Тут сериалы ровно такая же ситуация. Это тоже самое интересное. За исключением, наверное, что Санта-Барбала, это всероссийская была, да, Санта-Барбала, одна, единственная на весь Советский Союз. А сейчас есть выбор, слава богу. Но здесь, вы знаете, это все же тоже, это очень высокого качества сериалы, и когда они реально очень высокого качества, смотрибельные во всем мире, одновременно просмотр их со всем миром, конечно, это такое очень приятное качество, когда вы имеете возможность посмотреть дублированное. Присоединиться, да, к некой мировой, глобальной какой-то. Обсуждать, да. Ну и то, что будет делать Амедиа, конечно, снимать высококачественные свои сериалы. Смотрите-ка, а к услуге к этой можно просто присоединиться, я так понимаю, подписавшись на ней, как подписываются на кабельные телевидения, как подписываются на какой-то тарифы, там, мобильные, условно говоря. Да-да-да-да, это все очень крайне эффективно будет построено, и построено уже на сегодняшний момент. Это кабельное вещание, когда вы можете докупить и этот канал, и эти каналы отдельно, и вы сможете покупать на любых устройствах, когда вы говорите планшетники, смартфоны, это достаточно большое количество компьютеров. Вопрос, где есть интернет, вы всегда сможете посмотреть. Да-да. То есть аудитория очень большая. Где есть интернет, сможете смотреть. Я понял. Кстати, Кирилл, вы говорите, будет доступно или уже доступно? Вот сейчас в каком это виде находится, да, в каком это? На сегодняшний момент это тестируемый продукт. Необходимо просто отсмотреть все то, что на сегодняшний момент есть, и достаточно большое количество пользователей. А тестируются где-то в каком-то конкретном регионе? Нет, тестируются по всей России. По всей России, да? По всей России, конечно. Вот. Как только это будет оттестировано, будет сразу же... Но тестируются исключительно технологии, я так понимаю, да? Ну, необходим. Конечно, технологии, тестируются технологии, тестируются, чтобы можно было принимать это по всей России. Это такие непростые вещи. Сколько времени займет это тестирование? Это мы определяем вместе. Вот здесь Александр Акопов. Как только он будет доволен всем... Ну, то есть, да, задача поставлена, ее надо решить. Как только он будет доволен всем, конечно, тут же не применут это сделать. Монетизация, конечно, важна для всех. Ну, в любом случае, конечно. Нет, это в общем... Все заинтересованы в том, чтобы это быстрее распространилось. Ну, и еще один вопрос. Мы, так сказать, более широко давайте посмотрим на эти вещи. Говорим мы сегодня о технологиях распространения вещаний, ну, телевизионного в данном случае. Кирилл, можно ли сказать о неких тенденциях, глобальных тенденциях, причем мировых тенденциях, в этих самых технологиях? Что сейчас наиболее востребовано? Вы знаете, что сейчас идет? Сейчас идет смена... Был, так называемый, сначала GSM-связь маленькой, с маленькой пропустой, потом был Edge, потом был 3G. Понятно, что сейчас идет RLTE. RLTE, где очень высокие скорости. Очень высокие скорости. К сожалению, пока в России не такие высокие скорости, как я уже говорил, 3G в Сингапуре 15 Мбитс. На этом качестве можно смотреть в High Definition просто на любой экран, разворачивать картинку сотового телефона, ну, любых размеров. LTE уже, сотовая связь четвертого поколения, конечно, дает возможность там очень высокие скорости. Ну, и очень большое количество, и большое подключение абонентов. И это, конечно, такое абсолютно новое, то, что как бы, то, что есть в мире. Кирилл, скажите, а вот скорость пока еще невелика в России, к сожалению, от чего зависит? От количества базов. Именно от количества пользователей? Ну, как обычно, для того, чтобы монетизировать хорошо, необходимы пользователи. То есть спрос рождает предложение, да? Конечно, конечно. Почему постоянно пытаются модернизировать сотовые сети? Потому что очень большой спрос идет на видео. Очень большой спрос. И мы, конечно, уже начинаем привыкать, если мы раньше привыкали к мобильным телефонам, то на сегодняшний момент в мире впервые, хочу отметить, в 2012 году снизилось количество продаваемых телевизоров. И это тоже, да, звенья одной цепи? Это звенья одной цепи. Это звенья одной цепи, когда переходят уже на другие устройства просмотра видео. И это, конечно, совсем новые цифровые технологии позволяют мобильному человеку смотреть то, что он привык везде, где он хочет. Это очень существенная вещь. Скорости очень сильно растут, в том числе в интернете. Даже если мы помним, когда был первый интернет, приходил домой, мы смотрели, открывали. Долго ждали, да. Долго ждали. Загрузится. Конечно, это и сейчас еще, к сожалению, не во всей России. Но количество пользователей, как всегда, дает возможность увеличения пользователей развивать эти самые операторам, эти самые сети. Кстати, я подумал о том, что вот уникальный проект, о котором мы сегодня обсуждаем, о медиатеке, добавит существенно этих самых пользователей. Конечно. Что в свою очередь даст новый толчок для развития этих высоких технологий. Конечно, конечно. Дай бог, чтобы так случилось. Огромное спасибо. Уважаемый Кирилл, уважаемые слушатели, я напомню, сегодня в студии бизнес-класса Кирилл Филиппов, генеральный директор компании SPB TV, мы обсуждали возможность современного телевидения. Ну и еще раз я подчеркну, говорили об уникальном проекте А-Медиатека, который создается совместно с компанией А-Медиа, уникальных технологий, уникального контекта. Всего вам хорошего. Спасибо за внимание. Ну и традиционно успехов в бизнесе. До свидания.